Перспективы развития животноводства в регионе обсуждали и за круглым столом. Еще в непростых 90-х Россия превратилась в крупнейшего в мире импортера мяса. С тех пор кардинальная ситуация не менялась. Однако с момента введения продовольственных санкций ввод с мясной продукции существенно сократился и большую часть компенсировали наши российские производители. Санкции против нашей страны начались с санкцией банковских. То есть крупнейшие банки были лишены иностранных кредитов. И наша экономика по разным подсчетам приблизительно не получила 170 миллиардов долларов. Ну и естественно наше государство было вынуждено сменить ориентиры, повернуться к АПК лицом и искать возможности материальной помощи для АПК. Так, производителям молочной продукции это направление стало приоритетным в аграрной политике государства. В следующем году обещают увеличить компенсации затрат на строительство животноводческих объектов. Такие меры могут повысить привлекательность молочного животноводства, отметил директор департамента животноводства и полименного дела Минсельхоза России Владимир Лабинов. За 9 месяцев этого года производство молока в стране увеличилось на 2%, а тенденцию нужно закрепить. Чувашия, традиционно аграрный регион на уровне субъекта ПФО выглядит достойно. За 9 месяцев текущего года производство мяса на 100 гектаров субъекта составило 7,7 тонн, это третье место по кушуа, молока 33,5 тонны, второе место по кушуа. Впрочем, чтобы накормить население, только произвести продукт недостаточно. Тут на сцену выходит извечный конфликт переработчиков, производителей и продавцов. Чтобы попасть в крупную федеральную сеть, отдавать продукт приходится по низким ценам. Чтобы наши закваски при получении нормального продукта работали, мы получаем больше высокой молока, 25 рублей. Но, посмотрите, 29 мы им отдаем, минус, ратробонус 10% минусу, и еще минус 10% НДС. На чем должен остаться завод и как зарабатывать? Сколько я проводил совещания, встреч, всегда возникали вопросы, кто с кого снимает сливки. Я так понимаю, сейчас торговля снимает сливки, да, с переработчика. Государственное регулирование цен здесь не поможет. Подобные меры всегда приводят к обратному эффекту, дефициту товара, заметил Владимир Лабинов. Для переработчиков куда выгоднее и самим производить сырье. Такой опыт, кстати, весьма успешный, в Чувашии уже есть. Меры господдержки будут направлены в том числе и на то, чтобы его развить. Ольга Пырочкина, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.